Эти молодые люди уже не первый год охотятся за теми, кто обманывает потребителей. Активисты проекта «Народный контроль» регулярно делают контрольные закупки. Работают в том числе по жалобам людей. В этот раз с инициативой проверить качество товаров выступил «Шестой канал». Мы попросили общественников наведаться в три крупнейших гипермаркета Владимира – «Ашан», «Глобус» и «Ленту», потому что наши зрители… Не должны подвергать себя опасности своё здоровье при покупке продукции и платить за товар непосредственно ненадлежащего качества. К сожалению, такая ситуация есть сейчас на рынке, и много факторов влияет на это. Будем учитывать, что и уровень конкуренции сейчас такой, что некоторые производители специально должны занижать уровень своего качества продукции для того, чтобы непосредственно войти на рынок. Проверить мы решили самое главное – молочную и мясную продукцию. Это то, что точно покупают и потребляют все. В идеале продукция должна соответствовать ГОСТу или хотя бы тому, что заявлено на этикетке товара. Ведь, к сожалению, в последнее время случается так, что на продукции пишут, к примеру, масло, а по факту в пачке растительный спред. То, что в составе упаковки есть состав, и, в принципе, можем ссылаться на нормативный документ ГОСТ и уже понять, что непосредственно должно присутствовать и что есть в этой тушинке. Это «Ашан». Здесь мы забираем образцы и упаковываем в пакет. Далее запечатываем специальным скотчем, который имеет индивидуальный номер. На месте каждого отрыва. Эта процедура обязательна, чтобы ни у продавцов, ни у потребителей не возникло сомнения, что в лабораторию приедет именно тот товар, который мы взяли с полки. Данные образцы мы упаковали в пакет и сейчас опломбируем нашим скотчем со специальным номером, который мы именно внесем в карту учета. И также транспортируются данные образцы до аккредитованной лаборатории, и только данный скотч снимется уже сотрудниками лаборатории. В ленте поступаем так же. Сотрудники магазина сопровождают нас до витрины с молочной и мясной продукцией. Мы берем пробы и запечатываем. Как ни странно, проблемы с доступом у нас возникли лишь в одном гипермаркете, где, как гласит реклама, мир еще в порядке. В сотрудниках телекомпании заподозрили террористов. У нас категорированный объект. Я вам с точки зрения противодействия терроризму и постановления правительства. У нас категорированный объект. Объект, относящийся к высшей категории в данном случае, соответственно, здесь должны быть определенные меры безопасности. И мы, как правообладатели, исходя из этого представления правительства, можем для защиты наших потребителей и так далее предпринимать определенные меры. То есть я не понимаю, кто эти люди, потому что у них нет редакционного задания. Примерно час спустя мы вернулись с заданием из редакции и смогли забрать необходимые продукты для анализа. Мы решили поинтересоваться у покупателей, бывали ли у них проблемы в магазине. Здесь масла не беру. Я беру в своем магазине уже опробованном. Я не беру здесь масла. А почему, не доверяете? Да, я не доверяю очень. Я уже беру свое, там, мордовское привозит масло, я уже знаю. Ну, вы знаете, я очень редко в магазин хожу. У меня в основном мои близкие ходят, мне покупают. Тушенка попадалась, мы ее просто выкинули. Но она какая-то была соевая, она не тушенка была. Цены разные, очень часто цены разные. Ценник один пробивает по другой цене больше. Впрочем, общественников подобные ответы покупателей не удивляют. Говорят, в супермаркете идут на разные ухищрения, только бы излечь свою прибыль. Вот, например, один из вариантов ухода от штрафа, если продукцию взяли на контроль. Если директор магазина заведомо скажет своему продавцу, если придут контроль надзорные органы или общественные организации, скажите, что продукт принесли из дома, и штраф автоматически на должностное лицо. А вот еще несколько отзывов, которые оставили покупатели Владимирского гипермаркета «Глобус» в интернете. На кассе обманывают. Интересно, знает ли об этом руководство магазина. Взяли по акции кетчуп в пакетах по 35 рублей, а пробили по 70. Салат «Латук» пробили на кассе каким-то дорогим салатом по 96 рублей. Это точно обман со стороны кассира. Сельдь по акции тоже пробили по полной цене. Не поеду больше туда и всех отговорю. Муж вчера привез рыбу холодного копчения из глобуса, зубатку. Оказалось тухлой, ужасно воняло мочевиной. Продавцы рыбного цеха сами выбирают, впаривают и быстро в пакет. И, пожалуйста, не проверить. Цены космические. Были с ребенком, так его затолкали, то тележками сшибут. Народу много, как на рынке в Москве. После этого магазина ноги не узнаешь, и голова очень болит. Короче, отлеживалась весь следующий день. Не оправдал моих надежд. Так что посоветовала бы магазин людям ленту. Там и цены доступные. Анализы продукции мы надеемся получить уже завтра. Тогда мы вам расскажем, где и что продают во Владимире. Константин Миронов и Артем Горчаков. Шестой канал.